Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, я приглашаю вас открыть Слово Божие в вашей Библии, Первое Соборное Послание святого апостола Иоанна. Первая глава. Будем читать с первого стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пиши вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, вы знаете, в начале прошлого века был такой известный проповедник, пастор, писатель, тоузер. И в одной из своих книг он писал замечательные слова. Он писал так. «Самое важное в нас, то есть верующих, это то, что приходит нам на ум, когда мы думаем о Боге. Будет ли наше поклонение чистым или недостойным, зависит от того, какие мысли о Боге посещает того, кто поклоняется, высокие или низкие. Поэтому самый серьезный вопрос, который стоящий перед церковью, это вопрос о самом Боге. И самый важный жизненный факт для любого христианина не то, что он говорит или делает в данный момент, а то, как он представляет себя Бога в глубине своего сердца». Просествую, на протяжении больше часа мы находимся в Доме молитвы, и мы называем это временем поклонения. У нас было время, когда мы уже слышали слово, это тоже поклонение Богу, когда мы выражаем наши мысли, выражаем наши чувства, понятия о нашем Боге. В течение того времени мы слышали прекрасное исполнение гимнов, хоровых, группы, стихотворения. Наши уста сегодня уже открывались, склонясь на колени, правда, и мы что-то говорили Богу, пусть не вслух, но в тишине сердца, что-то, может быть, самое сокровенное. Братья и сестры, мы поклонялись Богу. В прошлый раз, когда мы рассуждали над стихами, о которых Иоанн говорит и приглашал нас к общению, друзья, и он говорил, что наше общение с отцом и сыном, и он видит, что это общение возможно для всех верующих, не только для Иоанна и апостолов, которые жили на земле и видели, слышали, соприкасались с своим Господом. Он приглашает к общению всех людей, всех верующих, братья и сестры, я считаю, это чрезвычайной, важной темой для каждого верующего христианина. Почему? Потому что, братья и сестры, мы должны быть честными. Мы замечаем, что в последнее время для многих людей эта тема непонятна. Мы сегодня молились о наших детях. Мы хотим, чтобы наши дети были живыми христианами, были не только рожденными когда-то в момент их духовной жизни, когда Бог соприкоснулся, коснулся, родил их дух, но чтобы они были учениками Иисуса Христа, последователями, знали Господа, что в ихней жизни было это понимание. Говорили, у меня есть время личного общения со Христом, когда в руках моих Библия, когда размышляю, молюсь и восторгаюсь Богом. Я познаю Бога во всех путях своих. Я знаю, какой Он. Братья и сестры, к сожалению, к сожалению, сегодня предлагается немножко другой, другой рецепт, другой путь. Предлагается, знаете, такой путь, список, определенный список, что можно и что нельзя. И наши дети формируются в этом списке. Это можно, это нельзя. В церковь это можно одеть, вне церкви это можно одеть или нет. И они, бедные, путаются порой. Братья и сестры, разве этот путь предлагает Священное Писание? Разве об этом общении говорит Иоанн, наше общение с Отцом и с Сыном и приглашает глубокому, серьезному, личному общению с живым Богом. Не потому ли, братья и сестры, что в наших сердцах проходит эта жажда? Мы не жаждем Бога. Мы в прошлый раз, когда говорили, мы приводили тексты Писания, Давид, Исаия, другие образы, которые жили, другие люди, которые жили в Ветхом Завете, они писали, «Жаждет душа моя к Богу живому, крепкому. Когда я пробуждаюсь, ты все еще со мною». Эти тексты оставлены для того, чтобы они представлены, знаете, как поэма. Они представлены, чтобы мы могли искать, идти этим путем, искать живого Бога. Братья и сестры, а масло в светильнике все тает и тает. И сохрани нас Господь, братья и сестры, потому что именно оно дает нам жизнь. Вот об этом говорил наш Господь Иисус Христос. Когда вышли навстречу жениху, то всех светильники были одинаковые. А вот содержание разное. Сохрани Господь, дорогая церковь, братья и сестры, чтобы, когда услышим мы этот крик, вот жених идет, выходите навстречу, мы не оказались обманутыми, братья и сестры. Вот сегодня время Господь дает для церкви позадуматься, проанализировать, о чем, Иоанн, ты говоришь, о какой радости совершенной ты предлагаешь, о каком общении с отцом и сыном ты говоришь сегодня. Пусть Господь нас в этом благословит. Тоузер говорит, если наш взгляд на Бога неверным. Другими словами, если мы неправильно в нашей жизни понимаем Бога, то все остальное в нашей жизни мы разрушим собственными руками. Возможно, по этой причине, братья и сестры, читая вот это послание Иоанна и следуя для себя лично, прежде всего для своей жизни, я начинаю понимать, что Иоанн как бы бросает нас в глубину одного из величайших богословских утверждений всей Библии. Он непосредственно своих читателей, братья и сестры, приводит настолько близко, настолько возможно, Богу и провозглашает. Вы знаете, кто такой Бог? Говорит, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Удивительное заверение, братья и сестры. Многое в вопросах веры беспокоит Иоанна. Его беспокоит состояние церкви. Его беспокоят те лжеучителя, которые приходят и пытаются навязать свою философию, свое мировоззрение, свое богословие. Его многие беспокоят вопросы, но его больше всего беспокоит, чтобы люди, верующие правильно, понимали Бога. Интересно, братья и сестры, когда мы смотрим Библии, многие авторы, все авторы, не стараются открыть Бога, но по-своему в творении, в жизни израильского народа, в псалмах, в мудрости. Но Иоанн, знаете, он удивительно делает. Недаром его называют Иоанн Богослов. Он так просто, величественно открывает нам сущность Бога. С женщиной, с самарянкой у колодца, помните, Евангелие от Иоанна, он беседует и открывает этой женщине жизнь, которая находится в темноте, жизнь, которая разрушена абсолютно. И она боится появиться на людях, не то, что боится пристать пред Богом, он открывает ей величайшую истину о Боге, о том, что Бог — это есть Дух. И поклоняться этому Богу нужно в Духе истинной. Удивительно, братья и сестры, кто бы из нас, проповедников, захотел проповедовать доктрину женщине, самарянке, которая не знает от Бога. Братья и сестры, мы хорошо знаем продолжение этой истории, этой беседы, правда? Измененная жизнь этой женщины. Она пошла в свое усиление, к своим людям, не боясь, и говорит, пойдите, посмотрите, не тот ли это. И толпы людей пришли к Господу. Братья и сестры, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, он сообщает нам, сегодня мы будем рассуждать о величайшей истине о том, что Бог есть, Он свет. В первом послании Иоанна, 4 глава, 8 стих, будет время, и мы будем рассуждать о том, что Бог есть, это есть абсолютная любовь, это нравственное свойство, качество Бога. И хотел бы обратить внимание, братья и сестры, как Иоанн сообщает нам эту важную истину, которая будет доминировать в первом послании Иоанна. Это откровение «Бог есть свет», это не личное умозаключение Иоанна, братья и сестры, это не его философские исследования, братья и сестры, это свидетельство, благовестие, которое он слышал от Иисуса Христа. Мы с вами встречали в первых стихах, где Иоанн неоднократно говорит о том, что мы слышали, мы слышали, он дважды говорит, что мы слышали. И вот он провозглашает, что слышали. И вот благовестие, обратите внимание, мы прочитали сегодня. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Братья и сестры, когда ученики находились с Иисусом Христом, Христос их учил, дорогие друзья. Он говорит, вот истинное благовестие, которое мы слышали от Иисуса Христа. В какой-то момент, это было время, все не записано, как Иоанн говорит, невозможно. Но Господь Иисус Христос, говорит, ученики, помните, когда-то они говорили, покажи нам Отца, и довольно для нас, один из учеников. Он говорит, сколько с вами, Филипп, и ты говоришь, покажи нам Отца, видевший меня, видел и Отца. Но Иисус Христос хотел, чтобы Его апостолы, которые понесут свет Евангелия, к язычникам далеко, могли правильно представлять Бога, чтобы они не путались, не знали, не догадывались, чтобы они могли провозглашали в ту тьму кромешную, языческую, что Бог есть прежде всего, это свет, и нет в Нем никакой тьмы. Иисус Христос считает необходимым передать эту истину пресестры и дальше. Я считаю, что задача церкви состоит в следующем. Прежде всего, первое, как апостол Павел через послание Тимофея, 1 глава, 13 стих, 2 послание Тимофея, он говорит Тимофею, держись образца здравого учения. Обратите внимание, слово «держись образца». Братья и сестры, я так благодарен Богу, что у нас есть здравое учение. Вот сколько исследуешь Писание, убеждаешься, я так благодарен Богу, что эта истина заполняет сердце. Она подтверждена опытом миллиона верующих людей, нашей практической жизнью, нашей повседневной жизнью. Поэтому наш приоритет, наша привилегия и наша ответственность для наших деток, о которых мы молимся, братья и сестры, провозглашать истину, не запятнавши ее. Вторая задача – это хранить добрый залог, живущий в нас. 14 стих, следующий этого послания, этой главы, где он говорит Тимофею, храни добрый залог, живущий в нас. И третья задача церкви и нас, родителей, братья и сестры, это передать его, эту истину верным людям, которые были бы способны и других научить. Это во второе послание Тимофея, вторая глава, второй стих – передать. Что происходит в пятницу, братья и сестры, на воскресной школе? Наши преподаватели, наши родители, наши детки и друзья, там закладываются вот эти истины, здравоучения. Там преподаватели передают нашим деткам эту истину, чтобы они могли дальше развиваться, воспринять эту истину, понести ее дальше. Что происходит на разборах, вторник, в пятницу, в малых группах, в четверг дома? Мы хотим передать эту истину и дальше. Братья и сестры, только при таком условии я подтверждаю, подчеркиваю, только при таком условии непрерывная цепь благой вести, которую возвещал Господь Иисус Христос своим апостолам, апостолы провозглашали своим ученикам, и дальше можем сохранить ее, передать ее детям нашим и внукам нашим. Братья и сестры, никто не имеет права переосмысливать или модернизировать простое Евангелие, благую весть. Правда, которая открыта была Христом, переданная апостолам, не может быть предметом торга. И в этом первостепенная задача и важность церкви. Я хотел бы обратить внимание еще на одну деталь. Братья и сестры, когда апостол Иоанн писал это послание, помните, мы говорили немножко, и будем еще дальше говорить. Это послание было написано, когда церковь хотели проникнуть, и проникали уже учителя, которые предлагали свое, так называемое, Евангелие. Проникали уже учители, которые приносили свое учение, которые твергали Господа, пришедшего во плоти. Итак, Бог есть свет. Братья и сестры, что мы представляем, слыша эти слова? Как бы вы представили, Бог есть свет? Как бы вы объяснили человеку, который подойдет к вам завтра на работе, в колледже? Скажет, здесь написано, Бог есть свет. Вы можете мне объяснить, что за этим стоит? Как его понять? Что это за Бог, который есть свет? Братья и сестры, читай, анализируй, готовясь, братья и сестры, поражаешься нашей ограниченности, нашей неспособности объяснить хотя бы для самого себя и передать эту истину. Братья и сестры, ведь мы всегда пытаемся все духовные вещи как-то перефразировать, применить, как-то представить физически, не правда ли? Самое большое, что мы думаем, братья и сестры, когда говорим, думаем о свете, это, наверное, солнце, величественное, своей силе, своей власти, в летний, может быть, день, который мы видим, правда ли? Братья и сестры, ну а что такое солнце? Это небольшая звезда среди миллиардов, множества других звезд в нашей галактике. Вот что такое солнце. Итак, что же все-таки Бог есть свет? В послании апостола Павла, в Тимофею, братья, если можно, откройте первое послание от Тимофея, 6 глава, 16 стих, есть замечательные слова, где апостол говорит о Боге. Он говорит о нем так, «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Братья и сестры, вот таким образом апостол Павел тоже говорит о Боге. Обратите внимание на два слова. Обитающий в каком свете? В неприступном свете. Почему? Возникает вопрос. Да потому, что он святой, братья и сестры. Это говорит о его атрибуте, нравственном атрибуте. Туда невозможно проникнуть. Туда невозможно пробраться, подойти, потому что он в имеющей бессмертие единый, и никто из человеков не видел и видеть не может. Свет, братья и сестры, прежде всего, указывает на его нравственные качества, на его святость, на его чистоту. На заре христианства были несколько учителей церкви, выдающихся, которые вложили огромный вклад в Писание, в изучение Слова Божьего, в познание Бога. И среди них был такой известный Симеон Богослов. И он говорит тоже, исследуя эти стихи, он говорит об этом Боге такие слова. «Бог есть Свет высочайший, недоступный, несказанный, ни умом, ни постигаемым, ни словом, ни изрекаемый, просвещающий всякую разумную природу». Братья и сестры, Священное Писание постоянно подчеркивает вот свойства Бога, Его святости. И мы встречаем в Священном Писании моменты, помните, где человек соприкасался с Богом. И там, где Бог являл себя, братья и сестры, что происходило на горе, помните, впервые, когда народ подошел на горе Синай, гора пылала. Они в страхе и в трепете было. Моисей подошел к кусту, который горел, он не просто, знаете, светился, не просто было приятное какое-то излучение, он горел, и он в страхе и в трепете. Бог сказал, «Сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля, святая». Пророк Исаия сам пережил это состояние, помните, когда он увидел Господа в храме и увидел этих небожителей, херувиум, которые наполняли весь храм, которые взывали «Свят, свят, свят Господь, Саваоф», и он увидел себя настолько ничтожным и воскликнул, «Горе мне, человек я, грешный, и живу среди такого же народа с грешными устами». И впоследствии пророк Исаия пишет о святом Боге такие слова, «Ибо так говорит высокий превознесенный, вечно живущий, святой имя его, я живу на высоте небес и во святилище». Братья и сестры, а дальше меня слова потрясают. И так же с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. Братья и сестры, Бог, который находится в неприступном свете, Он желает прийти к людям. Нам трудно это представить, братья и сестры, потому что Ветхий Завет представляет этого Бога великого, святого, недоступного. И здесь Он протягивает свою руку и говорит, «Я живу не только там, но живу смиренными, сокрушенными». Для чего? Чтобы оживлять их, чтобы поддерживать. Пророка Волкум говорит в своем книге, книга Пророка Волкума, 1 глава, 13 стих, «Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь». Братья и сестры, это действительно так, ведь святой Бог и грешник находятся на разных полюсах моральных миров. Святой Бог и грешный человек. Сыны Израилевы имели возможность, братья и сестры, видеть этого Бога, Его присутствие, Его проявление. Бог есть свет. Помните, когда мы открываем книгу Исход, 13 глава, 21 стих, показывает шествие народа израильского. Это было непростое шествие, где Бог сказал, «Дите, я благословлю». Он не только послал Моисея, там было удивительное проявление святости и света Божьего. Мы читаем 13 глава, 21 стих, «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Братья и сестры, вот что значит Бог есть свет. То есть Он святой, это Его нравственные атрибуты, и Он являет свою святость, свое присутствие там, где Он находится среди людей. Братья и сестры, невозможно пройти еще одного очень важной истины, которую мы открываем на первой книге, страницах Священного Писания, первой книге Бытие, в первой главе, в первых стихах, где Господь, который находится не в преступном свете, проявляет себя в творении. Когда мы читаем, братья и сестры, во второго стиха книга Бытие, открывается, знаете, такая величественная строительная площадка, говоря простым языком. Начало великого творения, на которое великий художник, архитектор, пребывающий в этом неприступном свете, святой, непричастный злу, осуществляет свою подготовку места для обитания человека, нас с вами. Братья и сестры, интересно отметить во втором стихе, что состояние земли до того, как Бог приготовил ее для обитания человека, Библия описывает двумя словами. Земля же была какая? Безвидна и пуста, и тьма над бездною. Вот таким образом Священное Писание показывает состояние земли до того, как Господь начал осуществлять свой удивительный план творение. И Он изменил ее, настолько изменил, что мы читаем, упоминаем еще одно слово. Вместо безвидно и пуста мы встречаем слово. Бог сказал хорошо. То есть Он одобрил. Братья и сестры, интересно, для того, чтобы начались процессы вот эти преобразования, Бог должен был что-то совершить. Бог должен был сказать слово. Первое, что делает Бог, готовя место для человека, повелевает, братья и сестры, из тьмы воссиять свету. Я бы хотел, если возможно, чтобы братья открыли этот текст. Это Новый Завет. Это послание, второе послание Коринфянам. Четвертая глава, шестой стих. Братья и сестры, очень интересно отметить, что Библия не упоминает о том, что именно было источником этого света, когда Господь сказал, да будет свет, приблизиться к пониманию природы этого света, очень трудно, братья и сестры, потому что на языке Священного Писания есть несколько видов света, упоминается в Священном Писании. Но некоторые исследователи Библии считают, что все небесные тела, включая солнце, были созданы в начале, когда написано в первом стихе, в начале представил Бог небо и землю. А вот на четвертый день творения были отведены только функции освящения. Знаете, мне предполагается, вот когда все уже подготовлено и освящение уже все приготовлено, но еще не включен свет, еще не поступила команда, еще электрик не включил выключатель и не осветилось. Есть такое предположение, есть такая гипотеза, братья и сестры, но есть другое мнение, и я больше склоняюсь к другой точке зрения о том, что именно свет первого дня имеет божественное, сверхъестественное и естественное происхождение. Каким образом? Апостол Павел, смотрите, говорит, что потому, что Бог, повелевший из тьмы, воссиять свету. Этот стих, кстати, братья и сестры, он говорит о двух событиях, о акте творения и акте духовного рождения. Вторую часть мы коснемся немножко позже, но обратите внимание, написано, Бог сотворил, Он просто повелел из тьмы воссиять свету. Каким образом? Братья и сестры, мы встречали, с вами говорили, там, где появляется Бог, что появляется? Свет. Там, где присутствует, Бог открывается, присутствуют обязательно Его атрибуты, это Его свет, Его святость, Его слава. Братья и сестры, и поэтому я верю, что когда Господь произнес Своим Словом, то есть, знаете, когда Он пришел, как бы, коснулся Своем дыхании, когда Его Слово осветило всю эту вселенную, свет, который в нем, Он и шел, и наполнил абсолютно всю эту вселенную. Помните, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стихе, Иоанн говорит о Иисусе Христе, о том, что Бога не видел никто никогда, но единородный Сын Сущий, где в недре отчим Он явил. То есть, когда-то Иисус Христос находился в естестве самого Бога, но наступило моменте, когда Он явил, Он стал доступным, Он стал видимым. Братья и сестры, что-то подобное, я верю, произошло и вот в этих моментах в акте творения, когда Бог открылся, когда Бог произнес, Бог сказал Слово, вот этот свет, который в нем, его естественно наполнил всю вселенную и стал доступен, сверхъестественное стало видимое. Безусловно, братья и сестры, вы знаете, книга «Бытие» первая глава, одна из самых сложных глав все-таки в Библии, потому что, рассуждая об этом событии, мы должны понимать, что как бы автор пяти книжек Моисей, он не собирался писать книгу о естественной истории, и он не пытался как бы создать детально научную картину происхождения этого мира, его интересовало другое, его интересовала священная история, его интересовал сам Бог, который из неприступного света решил протянуть руку общения к своему творению, его это прежде всего интересовало, и он это передавал примечательно также, братья и сестры, что на страницах Писания упоминается только об одном источнике света, всем остальным, которые существуют, и упоминали их около пяти, как бы альтернатива этому солнечному свету и всем остальным видим, братья и сестры, это только свет славы Божией, который исходит из самой личности Бога. Вот поэтому Иоанн говорит, Бог есть свет, это его слава. книга Иезекииль, 43 глава, 2 стих, мы читаем такие слова, то, что он увидел Иезекииль, и вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и вся земля осветилась от славы его. Это то, что видел Иезекииль. Псалом 103, 1-2 стих, Псалом Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Братья и сестры, это тоже стих подчеркивает, Господь, ну, не где-то, знаете, во мраке. Господь наполняет всю вселенную, и поскольку Он наполняет везде и всюду, сопровождает Его слава. Бог есть свет. Пророк Исаия, говорит, 60-я глава, 19-й стих, Он говорит о будущем. Пророк Исаия, когда Он говорит о будущем израильского народа, Он говорит, что придет время, и на земле не будут нужды в солнечном свете, не будут нужды в солнце, и Он пишет так, не будет уже солнце служить тебе светом дневном, и сияние луны светит тебе, Господь будет тебе вечным светом, и Господь Бог твой славою твоею. Братья и сестрам, трудно представить, но это действительно будет так. Иоанн, богослов, говорит в книге Откровения то же самое. Мы любим слышать, рассуждать о будущем, о церкви, о новом Иерусалиме, братья и сестры, но знаете, что там будет за освящение? Книга Откровения, 21-я глава, 23-й стих. Иоанн говорит так, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Почему? Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Братья и сестры, Бог есть свет. Вот что Иоанн хочет показать нам, что это атрибут его святости, нравственный атрибут его. И там, где присутствует Господь в Ветхом Завете, в творении, когда Он прикасается к людям, приходит к человеку, все вокруг освящается, и тьма убегает. Для израильского народа, дорогая церковь, братья и сестры, это было особым благословением, хотя многие люди на тот момент недооценивали. Что значит жить во тьме постоянной, в окружении народов, языческих народов, которые не знают живого Бога, которые находятся в погрязве, в оккультизме, в идолопоклонстве, в грехах. И этот народ имел светильник, братья и сестры, этот народ имел свет, этот народ имел живого Бога, этот народ имел Моисея и последующих потом пророков. Братья и сестры, и Бог заботился, чтобы посреди этого народа был этот свет его, который просвещает всякую тьму. Был период, братья и сестры, в израильском народе, когда они отворачивались от этого света, когда они прятались, когда они уходили, и даже в самые темные истории израильского народа они слышали обетование, и пророк Исаия говорит, что народ, 9 глава, 2 стих, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Это было обетование. Этим обетованием жили многие праведники. Они ожидали, что придет, и этот свет воссиял. Этот свет воссиял сначала на полях Вифлеемских, и увидели ученики, когда небо открылось, явилось многочисленное воинство небесное. Братья и сестры, это не было, знаете, группка людей, это не было какое-то явление, это было потрясающее явление. Свет наполнил, братья и сестры, вот что значит Бог есть свет. Когда Исаия говорит, ой, если бы ты сошел, небеса расторглись, и ты сошел, и Бог сошел, братья и сестры. Впоследствии в Назарете и в других городах услышали люди голос человека, который произнес следующие слова. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Братья и сестры, Бог есть свет, и Господь заботится, чтобы люди земли с самого первого дня творения находились в присутствии Божьего света. Братья и сестры, интересно, помним ли мы, когда Иисус Христос произнес эти слова? Восьмая глава Евангелия Иоанна, первый стих, помните? «И привели к Нему женщину, взятую в пролебодеянии. И когда обвинители не могли обвинить ее, Он обращается и говорит, где обвинители твои? Никто не осудил тебя, никто, Господи. Иди, и я не осуждаю тебя». И следующий стих, братья и сестры, двенадцатый стих, после одиннадцатого, Христос произносит эти слова «Я свет миру». Сколько было тьмы в этой женщине, в жизни ее, правда? И Христос хорошо понимал, чтобы помочь освободиться этой женщине, выйти с этого состояния, не поможет побить камнями. Камни не решат проблему сердца, смерть не решает проблему греха. Христос понимал, что необходим свет, который осветит во мрак ее жизнь. Нужен свет, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Нужен свет, который предложит следовать за ним. Нужен свет, который ответит на многие вопросы, которые беспокоят и сегодня людей о страдании, о несправедливости. Многие сегодня люди, находятся, братья и сестры, во тьме, и не ищут ответов где угодно, но забывают о том, что есть эти слова, «Я свет». «Я свет этому миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, глаза откроются». Иоанн говорит, 3 глава, 19 стих, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были для дела его, потому что они в Боге соделаны». Просестры, мы живем в мире, в котором очень много мрачного и темного. Это не только мрачная история прошлых веков. Просестры, мы живем в век технологий, прогресса, науки, медицины. Время, которое, казалось бы, человек достиг настолько максимально, что можно, предлагает уже время, через сто лет нужно осваивать другие планеты, потому что Земля истощает свои ресурсы, возможности. И об этом говорят серьезно, братья и сестры, но тьма не уменьшилась в сердцах, в сознании людей. Наоборот, тьма поглощает. Братья и сестры, есть только один путь для этого погибающего мира. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, потому что при свете можно увидеть все. Но больше всего, братья и сестры, меня потрясает в этом стихе следующее. Иоанн проповедует не только о Боге, который есть свет. Иоанн не только проповедует об Иисусе Христе, который тоже есть свет. Он проповедует о верующих людях. Я хотел бы, чтобы мы обратили особое внимание, приложите это к своему сердцу, дорогая церковь. Иисус Христос в Нагорной своей проповеди, когда Он провозгласил заповеди блаженства. Пятая глава Евангелия от Матфея, 14 стих. Он говорит, обращается сегодня к верующим людям и говорит, «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Братья и сестры, эти слова Иисуса Христа, которые произнес в Нагорной проповеди, это не какой-то, простите, комплимент к верующим людям. Братья и сестры, это определение. Он говорит, «И выше вы соль!» Это характеристика, это ваш статус, это ваше служение, это ваше, это вы, вы свет мира. Потому что, когда Господь уходил с этой земли, Он оставил апостолам, дал им повеление. Братья и сестры, вот почему мы читаем в послании Коринфянам, братья, если можно, откройте еще это второе послание Коринфянам, там, где апостол говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, это, говорится, творение. Но вторая часть, Он говорит о духовном рождении, озарил наши сердца, дабы просветить нас по знаниям славы Божьей в лице Иисуса Христа. Бог не только осветил эту землю. Братья и сестры, Бог заботится, чтобы наши сердца были освещенные, чтобы мы, просвещенные светом, братья и сестры, сегодня были светильниками для этого мира, чтобы люди, которые находятся сегодня во тьме и нуждаются, братья и сестры, могли подойти к нам и сказать, расскажите нам о Боге, расскажите нам о Христе, расскажите нам о пути, ведущем жизнь вечную. Братья и сестры, я подчеркиваю, это не просто поощрение, это повеление. Вы – свет мира. И последняя мысль перед нашей молитвой. Возникает вопрос, почему Иоанн так много говорит о свете? Почему Иоанн говорит о Боге, Который есть свет? Потому что Он эту мысль на этом не останавливает. Он говорит дальше. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы на этой неделе и последующей мы могли рассуждать о следующей истине, о нашем хождении во свете и что такое хождение во тьме. Пусть Господь благословит и поможет нам в этом. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!